здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шарочной игры сегодня хочу вам показать две поучительные партии первая партия игралась далеком 1963 году был разыгран вот такой необычный дебют gf4 fe5 и вместо обычного продолжения hg3 белые уклоняются от игры каулена игра fg3 черные в свою очередь игра bc5 очень редкое продолжение и белые игра cb4 черным здесь в принципе можно было просто сыграть gf6 развивает свой сильный левый фланг они зачем-то сдвинули важную центральную шашку е7 сыграли е6 по-видимому опасались хода bc3 но в данном случае он невозможен из-за хода еды 4 ну и белые в этой позиции просто разменялись назад положение на самом деле примерно равное несмотря на то что черные занимаются далее в партии было f e5 bc3 gf6 обе стороны развивают свои сильные левые фланги далее fg3 и черные сдвигают опорную шашку f8 сыграли f e7 белые тут же вяжут центр черных играют ef4 и черные начинают атаковать правый фланг белых fg5 белые закрываются d e3 и черные в этой позиции решили сыграть cb6 на самом деле интересный ход но белые в свою очередь также подкручивают данную позицию и сдвигают царскую шашку играют e d2 черные посчитали все варианты и решили что в этой позиции они проигрывают они напали же h4 и выясняется что позиция белых очень плохая то есть видите закрываться gf2 нельзя из-за простого b5 и затем черные подорвут пункт c3 и прорвутся в дамки а на остальные ходы белые проигрывают из-за комбинации какой расчет был черных смотрите если белый игра а b2 то черные бьют две шашки надо далее играть белым b5 и черные бьют на g3 если забирать у белых есть три варианта боя если побить шашкой c3 на c7 то все заканчивается комбинации которую в которой после которой черные проводят свою контр комбинацию смотрите если белые бьют две шашки тогда черные играют gf2 затем cb4 и проводят свой свою контр комбинацию с белым приходится жертвовать шашку и с лишней шашкой черные легко должны победить если в этом положении белые побьют на f4 то черные просто закрываются dc7 и с лишней шашкой они должны также легко победить также если в этой позиции допустим побить в эту сторону после всех разменов выясняется что у черных лишняя шашка белые проигрывают это первый вариант второй вариант возможен после хода cb2 затем белая игра от b5 ну и все сводится примерно тем же вариантом то есть на f4 нельзя бить из-за того что черные закроются dc7 или bc7 ну и затем так тут даже не закроются тут можно просто в любки зайти на f4 бить нельзя если побить в эту сторону но все заканчивается такой же контр комбинации то есть черные затем отдают gf2 bc5 и d6 ну и снова черные побеждают но на самом деле в этом положении у белых все таки есть выигрышная комбинация можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых черные все вроде бы правильно рассчитали но один вариант они не учли белые играют именно cb2 и затем вместо проигрывающего хода b5 неожиданно игра gf2 пропускают черных дамки затем белые бьют три шашки и после того как черные бьют дамкой белые бьют сперва на поле b6 ловят дамку черных а затем сами прорываются в дамки с выигрышем как было в партии писарев самсонов 1963 года вторая партия еще более интересная у нее есть тоже прикольная предыстория cb4 fg5 gf4 gf6 bc3 bc5 возник так называемый дебют косяк ну не потому что его играют только наркоманы а потому что видите сочетание белых и черных шашек очень похоже на дверной косяк именно поэтому дебют и получил такое название белый играют b5 черные продолжают повторять ходы белых нападение cd4 черные уже играют а g7 и на ход а b2 делают вроде бы несуразный ход b7 в чем идея то есть вроде бы этот ход слабый то есть черные сдвинули опорную шашку b8 получили отсталую шашку на а7 но на самом деле черные сдерживают развитие шашек левого фланга белых то есть на обход bc3 черные проводят элементарный удар отдают две шашки и забирают две шашки с выигрышем ход dc3 за белых также проигрывает из-за несложной комбинации отдаем одну шашку hg5 и затем еще одну cb4 ну и с лишней шашкой куда бедно победим то есть в этой позиции белым остается играть только fg5 но и здесь обычно все играют либо g6 либо d5 либо даже а b6 но в партии каулен белов которую мы будем разбирать черные сыграли f5 заставляет белых уйти на бортик затем черный игра g6 после хода bc3 черные сами меняются на поле b4 также стесняя максимально белых белым надо меняться fg3 и бить либо на е3 либо на g3 тут без разницы черный играет а b6 и на ход g2 игра bc5 и возникло интересное положение в партии каулен белов белые сделали неожиданный ход cb2 и подстроили черным ловушку то есть первый чемпион российской империи по русским шашкам федор альбертович каулен после этого хода получил настоящую овацию от присутствующих зрителей почему неожиданно выясняется что в дамке черными идти нельзя то есть на нападение b3 белые проводят комбинацию играет f3 пропускают черных дамки затем эту дамку тут же ловят и сами прорываются в дамку с выигрышем партии черные ошиблись они конечно не стали заходить на поле а3 но тем не менее эту партию проиграли а еще через 50 лет советские шашисты из города якутск выяснили что черные в этом положении должны были очень эффектно выиграть можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных вместо хода b3 черные проводят комбинацию игра от f4 затем f6 затем пропускают белых дамки fg7 и эту дамку тут же ловят и побеждают после кругового удара в партии еще возможно допустим cd4 меняемся cb6 на ход d5 нападаем сзади и легко выигрываем можно еще поиздеваться за черных то есть допустим после хода fg3 видите сейчас нападать нельзя потому что белые поймают дамку черных поэтому так после хода fg3 так мы уходим на поле f8 мы допустим на ход d5 нападаем разок надо отходить еще раз нападаем с выигрышем чем можно в этой позиции даже еще поиздеваться смотрите после нападения допустим белая игра gf4 ну естественно лучше всего побить на а3 и на ход fe5 уже просто напасть разок сзади еще раз напасть с выигрышем а можно еще выиграть красиво смотрите если после жертвы белых побить на c5 тогда белая игра от fe5 мы играем на е7 единственный ход на выигрыш и на ход hg3 здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти этюдный выигрыш за черных тоже довольно таки симпатичная вещь хотя и довольно таки простая черные играют bc5 единственный ход на выигрыш белые играют gh4 и грозят поймать дамку черный но черные эффектно жертвуют шашку и затем получается наша любимая вилка то есть нападаем на шашку c3 затем на шашку b4 нападаем и черная дамка легко справляется с двумя шашками белых прием называется вилка или штаны если вам понравилось данное видео не забывайте ставить лайк и подписываться на канал до свидания друзья и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках и Продолжение следует...